Мы привыкли, что в нашем компьютерном мире больше значит лучше. Чем больше ядер или частота процессора, тем быстрее он работает. Чем больше объем памяти, тем больше информации в ней можно хранить. Однако у кремниевых чипов есть один параметр, работающий ровно наоборот. Чем он меньше, тем лучше. Он называется техпроцесс. О нем мы уже говорили в одном из наших предыдущих роликов, где рассказали о физической сути технологического процесса и о маркетинговых обманах современности. Но как техпроцесс влияет на производство современных чипов? Почему в его случае уменьшение это хорошо? На связи МК, сегодня мы расскажем о физике вашего процессора. Для начала давайте вспомним, что такое техпроцесс. Для ответа на этот вопрос нам нужно поговорить о фотолитографии. В ролике про фейковые нанометры мы почти не касались этой интересной темы. Исправляемся. Так вот, фотолитография – это процесс получения определенного рисунка на поверхности материала. Для того, чтобы рисунок имел определенную форму, свет проходит через специальную маску. Идеальная аналогия здесь рентгеновский снимок. Кости лучше блокируют это излучение, поэтому их отчетливо видно на итоговом снимке. В отличие от плоти, через которую рентгеновское излучение проходит более свободно. Но вернемся к фотолитографии. На самом деле, сам этот процесс чем-то похож на старый принцип получения фото только с постобработкой. Свет, проходя через фотомаску, попадает на чистейшую кремниевую пластину, предварительно покрытую фоточувствительной пленкой, так называемым фоторезистом. Участки, на которые попал свет, засвечиваются и в дальнейшем удаляются в проявители. И тем самым на пластине остается рисунок ключа, по сути, фото всех транзисторов будущих процессоров. А дальше в ход идет травление, электроосаждение и вакуумное напыление, чтобы рисунок превратился в полноценные транзисторы, проводящие ток, когда их об этом попросят. Казалось бы, ничего сложного. Но почему тогда каждый новый техпроцесс сейчас сдается с боем? Кто является ограничителем? Ответ в нашем телеграм-канале. Шутка. Но, друзья, если вы хотите получать IT-новости от редакции ежедневно, в описании будет ссылочка на наше сообщество ВКонтакте и Телеграм. Вспомните о них после эпичной концовки. Так кто же ограничивает техпроцессы? Ответ вас удивит. Длина волны излучения. Все просто. Именно свет, проходя через маску, оставляет на фоторезисте реальные очертания транзисторов. Если использовать видимый свет, максимальная длина волны которого составляет около 380 нанометров в фиолетовой области спектра, то не получится с его помощью создать транзистор, наименьшая часть которого ощутимо меньше этой длины волны. Даже если использовать линзы. Так что все просто. Наименьшая часть транзистора это ширина его затвора. И она, как видите, напрямую связана с длиной волны используемого света. Поэтому такую важную характеристику, которая напрямую говорит о тонкости чипа, решили выделить и назвать техпроцессом. Правда, так продолжалось где-то до середины нулевых, пока не пришли маркетологи и не началась вакханалия с подтасовками, которая привела к тому, что фейковые 10 нанометров от Intel теперь назвали еще более фейковым техпроцессом Intel 7. Другие компании делают то же самое. Но почему производители так сильно гонятся за уменьшением размеров транзисторов? Почему не делать микрометровые чипы, как это было в 80-е? А тут с двух ног врывается ее величество физика. Во-первых, чем меньше размер транзистора и прочих равных, тем меньше он выделяет тепла, так как току физически приходится проходить меньший путь, а КПД в 100% не бывает. С другой стороны, самый действенный способ поднять производительность – это увеличивать количество транзисторов, благодаря которым и творится магия вычислений. Но при этом есть и третий фактор – это возможность по теплоотводу. 100, 200, 300 ватт, для отвода которых уже потребуется система водяного охлаждения, что едва ли смогут позволить себе обычные пользователи. А вот и получается, что для увеличения производительности нужно увеличивать количество транзисторов, а чтобы обуздать рост тепловыделения, нужно постоянно снижать техпроцесс. При этом наращивать количество транзисторов – задача максимально простая. Именно поэтому мы с 3 миллионов переключателей в Pentium с 1995 года пришли к более чем 10 миллиардам в топовом Ryzen 5000. То есть рост за 25 лет на три порядка, при этом техпроцесс даже с маркетинговой точки зрения уменьшился лишь в несколько десятков раз – с 350 до 7 нанометров, а на деле и того меньше. И как итог, если Pentium потребляли от силы 10-15 ватт, то вот топовые ряженки доходят до 150 и даже 200 ватт, что близко к пределу охлаждения в десктопах. И это отлично показывает, почему все производители из кожи вон лезут, чтобы продолжать уменьшать техпроцессы и снижать жор чипов. Но это не единственная проблема, которую подбрасывает бессовестная наука. Современные процессоры достигли уже настолько высоких частот, что скорость света перестает казаться чем-то бесконечным. К примеру, возьмем чип с частотой в 3 ГГц. То есть он совершает 3 миллиарда тактов в секунду. С учетом скорости света в 300 тысяч километров за эту же секунду, ну, если округлить, мы получаем, что за один такт электромагнитная волна успевает пролететь всего 10 сантиметров. Казалось бы, процессорный кристалл куда меньше, но не забываем, что внутри них извилистые лабиринты миллиардов транзисторов, из-за чего пути внутри чипа могут быть достаточно длинными, чтобы требовалось учитывать скорость света и отставание по тактам в разных частях кристалла. Именно поэтому мы и не видим огромных кремниевых чипов. Рассчитать все возможные отставания по тактам крайне сложно, и, разумеется, это негативно сказывается на итоговой производительности. Второе ограничение на размер – брак. Чем больше и сложнее кристалл, тем он дороже и выше шанс некондиции. Получается еще одна ловушка. Толстый техпроцесс плюс ограничение по размерам кристалла – значит, меньше транзисторов поместится в сам кристалл, и меньше будет производительность. Выход тут очевиден – все проблемы решит уменьшение техпроцесса. Но есть костыль и иного рода. Называется он чиплет. Идея максимально проста. Раз не получается создать огромный чип, то почему бы и не создать несколько маленьких и объединить их общей шиной с известной одинаковой задержкой. Таким образом убиваются сразу два зайца. Мелкие чипы проще производить, они дешевле и среди них меньше брака. К тому же снимается вопрос с внутрикристальными задержками. Поэтому пути и пошла AMD. Например, ее Ryzen 3000 и 5000 имеют внутри по три кристалла. Два с ядрами и один с контроллерами, объединенные общей шиной Infinity Fabric. Работает такая схема? Пользователи Ryzen ответят да. А увеличившуюся межъядерную задержку из-за пары кристаллов с успехом решает большой объем кэша третьего уровня. Но, повторюсь, чиплет все равно костыль. В случае с теми же Ryzen, крошечные кусочки кремния размером с ноготь легко греются под сотню ватт. То есть по итогу мы снова приходим к тому же выводу. Нужно снижать техпроцесс. И у многих в голове сейчас наверняка вертится вопрос. А в чем проблема его снизить? Ну хорошо, он зависит от длины волны, используемого при фотолитографии света. И видимое излучение здесь не подходит. Но в чем проблема использовать тот же ультрафиолет, который простирается до 10 нанометров. И его как раз таки сейчас используют. Например, ультрафиолетовое излучение с длиной волны в 240 нанометров позволяет при помощи системы линз создавать полупроводники с минимальными размерами около сотни нанометров. Но если мы посмотрим на современные чипы, там линейные размеры могут быть в несколько десятков нанометров. Как они этого добились? Правильно, дальнейшим снижением длины волны и уходом в экстремальный ультрафиолет. А в чем проблема тогда в этот раз, спросите вы? В самом оборудовании, когда речь идет о десятках нанометров, то приходится работать уже буквально с конкретными атомами. Ведь шаг кристаллической решетки кремния всего 0,5 нанометров. Поэтому для фотолитографии в жестком ультрафиолете используют зеркала всемирно известной компании ZEISS, которые отполированы настолько, что ради убирания дефектов сбиваются с поверхности отдельные молекулы. Резко усложняются и сами фотомаски. Если для литографии в ультрафиолете нередко достаточно однослойной маски из хрома, то для экстремального ультрафиолета используются шаблоны с 40 слоями кремния и молибдена. Там уже идут физические эффекты на грани квантов, когда даже с одной длиной волны из-за дифракции чипы на пластине получают различные характеристики. Кому интересно, гуглите условия Брегга. И да, в случае с жестким ультрафиолетом маски, линзы и зеркала поглощают 95% изначального излучения. То есть для прохождения самой магии фотолитографии лазеры должны быть на порядок мощнее, чем при обычном ультрафиолете. Для лучшего понимания, одна современная установка ASML для литографии в жестком ультрафиолете может потреблять под 1,5 мегаватта. Причем до самих кремниевых вафель долетит лишь 10 киловатт. Да, КПД тут всего 1%. Паровоз эффективнее станка для производства процессоров. К слову, такой станок позволяет обрабатывать около двух пластин в минуту. Короче говоря, такая фотолитография — это предел современной науки на стыке с чудесами инженерии. И все для того, чтобы достичь шага в десяток нанометров в кремниевых полупроводниках и позволить дальше наращивать число транзисторов без ухода TDP в облака. И это отчасти объясняет, почему процессоры становятся дороже из года в год. Например, в случае с Intel их 10-нанометровые чипы, такие как Core 12-го поколения, обходятся компанией вдвое дороже, чем 28-нанометровый Core 4-го поколения. И каждый новый техпроцесс, даже будучи маркетинговым, требует огромных затрат на сложнейшие станки и ученых, лезущих в самые глубины мироздания. Но что дальше? Рано или поздно мы придем к пределу и в случае с жестким ультрафиолетом, сейчас лучшие станки ASML требуют разрешающую способность в 13 нанометров, что всего на 3 нанометра большей теоретической границы, которая разделяет ультрафиолет и рентген. Так что рано или поздно придется окунуться еще глубже в рентгеновскую литографию, которая позволит создавать проводящие структуры размерами в нанометры или даже десятые доли нанометра. Звучит круто, проблема лишь в том, что в сравнении с рентгеновитографией жесткий ультрафиолет покажется мягким и пушистым. Рентгенолитография ультражесткая. Во-первых, оборудование станет еще дороже. Для эффективного блокирования рентгеновского излучения потребуются маски из золота, тантала и вольфрама. При этом подложки для маски, прозрачной для рентгена, придется делать, возможно, из алмаза. Ведь это лишь вершина айсберга. В случае с рентгеном мы имеем дело с настолько высокоэнергетическим излучением, что его носители при попадании в вещество способны генерировать мощное вторичное излучение с пробегом в десяток нанометров, которое может серьезно изменить рисунок ключа на кремниевой пластине. А еще начинает серьезно влиять такое явление, как ионизация, которая генерирует свободные электроны. В общем, проблем с точки зрения физики в рентгенолитографии вагон и маленькая тележка. И ученые со всего мира сейчас пытаются их решить. Одно уже ясно, это будет концом кремния. Литография в рентгене позволит дойти до размеров в кристаллической решетке кремния. То есть уменьшать техпроцесс дальше просто не получится. Однако конец кремния не конец чипов, о чем мы и поговорили в одном из предыдущих роликов. Создание кремниевых чипов – это сложнейшее искусство, требующее высокоточнейшего оборудования и новейших знаний. Поэтому не приходится удивляться, когда мы видим пробуксовки в освоении новых маркетинговых техпроцессов. Человечество и так уже зашло в область, где физика работает не так, как мы привыкли. Но в любом случае, до конца кремния еще есть время, а значит худо-бедно компании будут радовать нас все новыми процессорами и видеокартами. Главное, чтобы время было у нас, как у развитой цивилизации. Надеюсь, вам понравилось. Пока мы готовили этот материал, мы перелопатили кучу информации и получили много интересных знаний. Я думаю, вы тоже. На связи был МК. Вы помните про ссылочки в описании. Читайте ежедневно самые свежие IT-новости. Будьте в курсе всех событий вместе с нами. Еще увидимся. До скорых встреч. А, да-да-да-да, еще забыл, забыл сказать. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на нас, если еще не подписаны. Пишите комментарии. Мы все будем читать. Не забудьте подписаться на наш телеграм и сообщество ВКонтакте. Спасибо.